здравствуйте друзья суббота хорошо поехали мы со светой в магазин точнее света поехала в магазин а я увязался чтобы дома одному не сидеть думаю чё я и вам заодно покажем и надо сказать что воскресенье суббота воскресенье и четверг у нас еще это такие три дня когда вот проходит open house и когда можно прийти посмотреть там какую-то недвижимость хотя она в общем не сильно движется тут у нас мало чего продается но тем не менее значит цены улетает очень сильно хорошо летит приняли в четверг сегодня суббота в четверг подписал наш губернатор господин нюсом обрадовавшись что его не отозвали подписал два закона здесь в силу сказать действия вел они оба связаны с недвижимостью но один там не так интересен а второй состоит вот чем там конечно очень много всяких там условий и ограничений но идея вот какая что можно в жилых районах вот мы едем вот там не прямо у вас на экране ну там мы видели стоят домики участок на участке стоит дом и есть такое понятие зонинг это разделение по зонам вот здесь стоят дома там одноэтажные здесь двухэтажные здесь там еще какие-то коммерческие или смешанные коммерческие снегами они пишут например что не просто одноэтажные жда это сингл family дом на одну семью да и у него участок не менее чего-то вот этот но есть участка 6 соток есть там и 10 и больше бывает другой зонинг 10 ну хорошо я прочему рассказываю что две трети калифорнийской недвижимости это как раз вот такие участки на одну семью да то есть дом на одну семью на этом участке разрешается построить еще кое-чего но не сильно вы не можете построить второй дом такой же как у вас есть а можно построить ну как бы сказать либо либо что-то такой типа там летний такой кухоньки там хорошо маленький домик можно построить но тогда реально маленький это же не так просто там тоже с парковкой начинается разбирательство и тогда так вот приняли закон и он может сказать уже вошел в силу закон этот говорит что можно участок делить на 2 понятно да то есть вот допустим вот наша улица где мы живем там участки у людей где-нибудь потом 9 10 соток этот участок можно разделить на два участка это не получится сделать ровно пополам потому что нужно будет один подальше один поближе к ему проехать надо то есть как какая-то часть земли там пропадет на то что нужно проехать ну пусть там будет 8 соток значит вот этот участок нынешний можно разделить вот такой как наш можно разделить на два участка по 4 сотки мало того на каждом из таких участков разрешается построить по два домика один значит основной а другой так вот не основной так по мелочи то есть понимаете да вот какие там голубят не там часто значит и идея состоит в том чтобы значит было больше жилья до чтобы как-то снизить стоимость нить уплотнить уплотнить уплотнение у них не было больших лотов до уплотнить но но два дома на участке в 4 сотки это конечно надо умудриться но в общем пытаются уплотнить при том что земли сколько хочешь ждать мы живем на полуострове земли маловато да но если уехать на материк то конечно там земли достаточно но там уже душно жарко сухо там уже пустыня больше готовить это все все это правда но конечно идея была не в том чтобы в самом дорогом месте уплотнить потому что это все равно не будет доступным дешевым жильем но тем не менее вот такие вот значит меры нет я приведу пример давай вот на нашей улице дом ушел там во всяком случае предлагался мы не знаем еще до ушел но предлагался за 2 миллиона 300 тысяч соседний дом на большом участке часто порядка девяти соток значит представьте себе что если допустим он ушел за два триста не больше представьте себе что его поделили на две части участок участок и на каждом из них построили два дома и значит один дом если вы разведели на четыре части построили четыре дома не дают каждый дом нет я хочу сказать просто один дом чтобы было понятно один дом стоил бы не меньше миллиона это такая цена то есть где-то порядка там 1200 скверфутов маленький домик высокий такой дал бы стоил не меньше миллиона значит два дома стоило бы не меньше уже миллион девятьсот потому что это еще rental property там 2 но мы так далее то есть получается что один дом который ушел за 2 300 превращается в 4 в этом участке на этом участке до превращается в четыре дома которую буду стоит примерно но я думаю что за 4 миллиона вот друзья мы все все вместе вот то есть вот такая сейчас начнется охота контракторов за хорошим участком хорошими участками это значит что эти участки вырастут цене еще здесь сегодня этот дом ушел за 2 300 улетел со свистом да да то пройдет еще там полгода они будут 3 миллиона то есть фактически люди у которых есть дом особенно на нормальном участке вот тип как бы так получается что в рост должно пойти то есть должна пойти охота контракторов за дома именно в калифорнии именно в калифорнии да ну и на самом деле в тех местах где дефицит жилья острый вот кремьевой долине острый дефицит жилья поэтому я не знаю как там в лос-анджелесе может попроще там сакраменто который угловой можно заехать и стоить с даром стежка лаком и кусочек вот а можно много домов построить да да вот такие вот нас тонкости а так в принципе говорят что рынок недвижимости как-то охлаждается и вот уже как-то устали что ли люди я не знаю или боятся чего но во всяком случае говорят что уже нет такой остроты как было раньше как-то попроще становится я думаю что он этими указами немножко страдут и прибавит ну мы посмотрим и там же контракт или сразу они же ходят шагали очень очень много очень много факторов на это на все влияет поэтому и банковский интерес там до посуде и в целом экономическая ситуация и разъезжание или не очень разъезжание людей из одних мест другие ну то есть тут будь здоров сколько всего так что вот я вчера так почитал что рынок ценных бумаг как-то явно пришло понимание массовое что перегрето и вот уже там как-то это чувствуется и вот как бы как бы и дальше не было там совсем какой-то напряженки я не знаю в общем какие то есть тревожные тоже сигналы ладно друзья приехали мы в корейский магазин свет что мы хотим в корейском магазине что нам собаки мы купим рыбы и может быть себе тоже пошли